Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в компанию Дёркин. Недавно в этой компании появились вот такие вот замечательные рулоны. Это новая пленка. У этой новой пленки появился интегрированный слой. Интегрированный слой для того, чтобы мембраны можно было проклеивать. То есть раньше мы обычно проклеивали с клеевой лентой. У некоторых пленок, например, у Дельта Макс Плюс, интеграция была, но вот сейчас они полностью перешли на такую технологию, что в каждом рулоне у всех диффузионных мембран, неважно на фасад или на крышу, теперь идет интегрированная такая лента. Я вот приехал узнать, почему они теперь перешли именно на такую технологию, потому что многие раньше применяли пленки и без интегрированного слоя. Ну и вообще, если почитать наши комментарии, которые нам в различных социальных сетях пишут, многие люди думают, что проклейка она не нужна. Вот сегодня я приехал и хотел бы переговорить с представителем компании по поводу того, почему они именно так сейчас сделали. Передаю микрофон Михаилу. Михаил сейчас расскажет нам, почему появились вот эти вот пленки с интегрированным вот этим вот слоем. Да, здравствуйте. Да, если я что-то неправильно говорю, то просто поправляю и все без проблем. Да, с удовольствием. Значит, да, действительно, у нас произошла смена поколений. Предыдущее поколение пленок, мембран, давай будем называть их мембранами. Мембрана называлась Вент. Многие знают, у нас была базовая мембрана, называлась Дельта Нео Вент. Она была в двух вариантах, с интегрированной лентой и без. С интегрированной называлась Нео Вент Плюс, без обычный был Нео Вент. Также у нас в линейке был материал Дельта Вент С, он же был вариант С и Плюс. И была пленка Дельта Пентакс, какой-то короткий промежуток времени, мы ее делали. Это как раз был переходный вариант между старым и новым поколением. И вот в конце 22-го года мы получили этот материал и с начала 23-го постепенно переходили. Можно сказать, что уже на 100% перешли. У нас наличия уже этих материалов нет, предыдущих. И сейчас мы представили новое поколение. Оно называется XX+, вот их 4. XX+, есть Light, Universal, Strong и Heavy. Все эти, как понятно из названия XX+, все эти мембраны имеют интегрированный слой. Я о нем чуть позже подробно расскажу, как он склеивается. Покажем, все для этого я приготовил заранее. Сейчас мы их склеим, я расскажу преимущества. Фактически все мембраны, которые у нас есть в ассортименте, это 4 этих, представленные здесь XX+, а также у нас есть в ассортименте Max, Fox, Term. Они все только в варианте Plus. То есть только Max Plus у нас есть, Fox Plus, Term Plus, PVG Plus, фасады Plus. И единственной не плюсовой пленкой, кровельной, подкровельной, у нас остался Delta Roof. Он также может использоваться как разделительный слой под фальц или подкладочный ковер под гибкую черепицу. Ну, я думаю, вы знаете Delta Roof. Он не бывает с интегрированной полосой. Но он и не является диффузионной мембраной. А все диффузионные мембраны у нас только плюсовые. Значит, в чем основное отличие между предыдущим поколением и новым поколением? Основное отличие – это функциональный слой. Так как функциональный слой, который находится внутри мембраны, отвечает за водонепроницаемость и воздухонепроницаемость. И функциональный слой является основным слоем, который и работает. Потому что остальные слои нефункциональны, непросто защитные. Это функциональный. Это мембрана Delta NeoVent. Ну, плюсовая версия. Вот я ее специально перед твоим приездом расслоил. Ну, это не совсем легко сделать, но я ее кое-как там оторвал. Вот этот серый материал – это пленка полипропиленовая. То есть все три слоя полипропиленовые. Защитный полипропиленовый один, защитный полипропиленовый другой. И вот сам полипропиленовый микропористый слой, который и является по сути мембраной. Он отвечает за то, чтобы не проходила вода, не проходил воздух, так как эта мембрана называется еще ветрозащитной. Но за счет диффузии, разницы парциальных давлений, пар из утеплителя или из конструкции мог наружу выйти. Ну, это я ее когда разделял, она немного повредилась. Это по большому счету и является причиной, почему мы стали переходить на новое поколение. Сам этот слой, он серый, стабилизирован от ультрафиолета. Но основным минусом является его низкая сама по себе прочность. То есть его достаточно легко порвать, он тонкий. При растяжении он также может трескаться, как здесь показано. Видишь, слой остался целый, а внутренний функциональный треснул. Понятно, что все три слоя, когда они соединены ультразвуком, все три монолитно, они, конечно, защищают. Мы достаточно давно эти пленки производили и продавали. Но случилось самое главное, мы смогли сделать новое поколение пленок, которое по цене практически, ну, сейчас из-за курса евро произошло повышение, но до повышения курса евро у нас цена на новое поколение практически была такая же, как и на это. Но что получает заказчик-то самое главное? Заказчик получает, первое, то, о чем мы начали говорить, это всегда интегрированная полоса. То есть ему не нужно покупать отдельно ленту. Он, строители при работе могут соединить нахлёст рулонов. Соответственно, на размер рулона у нас полтора метра, высота, длина 50. А ролик стандартный, да, у нас стандартный ролик имеет размер 25 метров. Это стандартный европейский размер. Поэтому для каждого рулона, для того, чтобы соединить перехлёст, нам нужно было два рулона ленты. Рулон ленты, ну, пускай условно считаем там 2000 рублей. Два рулона это 4000 рублей для проклейки от каждого рулона плёнки. Сейчас этого не нужно заказчику тратить эти средства. У нас рулоны имеют интегрированную полосу. Это первое. Второе. Функциональный слой, это самое главное. Вот я разделил базовую плёнку у нас XX Plus Universal, 150-граммовая. На объекте она не будет так же? Нет, её очень тяжело расслоить. Я потратил кучу времени, потому что она склеена особенным способом. Полиуретан это сложный в технологии материал для соединения. Но смогли немцы решить этот вопрос. Я её с большим трудом рассоединил. Я могу дать тебе кусочек. Вы можете самостоятельно попробовать. Вот с обратной стороны сами его расслоить. Я потратил кучу времени на то, чтобы это сделать. Потому что попробуй. Вот я его тяну. Как его разлетовать? Его, ну, рассоединить очень сложно. То есть на объекте он... Нет, нет, нет. Мы гарантируем, что в процессе эксплуатации этого не произойдёт. Этого не происходило и с предыдущим поколением. Там был ультразвук. Здесь специальный клей. Но мы за это отвечаем. Дельта не расслаивается. Так вот. Вот он функциональный слой сейчас. Сейчас это термопластичный полиуретан. ТПУ. То есть если до этого мы предлагали ТПУ только в премиальных плёнках. Вы, наверное, знаете, кто с нашими материалами знаком. Вот у нас семейство Дельта Макс. Плюс вот здесь представлен. Это термопластичный полиуретан. Тоже ТПУ. То есть он снаружи очень толстый слой полиуретана. Но у этой плёнки нет фактически минусов. У неё только достоинства. Но есть нюанс. Она стоит достаточно дорого. Не каждый заказчик может себе позволить купить Макс Плюс. Который из-за сегодняшних цен стоит больше чем 30 тысяч рублей. Понятно, что это не каждому по карману. А надёжную плёнку купить хочется. Которая прослужит 30 лет. Поэтому, чтобы развиваться дальше, смогли сделать чуть-чуть тоньше, чем на Максе, функциональный слой из полиуретана. Спрятать его вовнутрь. Также защитить его двумя слоями. Да, я могу потянуть. Он эластичный. Видишь, как вот предыдущую я тебе показывал. Он растягивается. И при этом он не рвётся. У него 300% растяжения. В этом же есть отличие полиуретана. Он очень эластичный. У меня есть пример про презервативы. Но я не буду у тебя на канале рассказывать. Просто я иногда его рассказываю. Мне задавали кровельщики такой вопрос. Тут подсказали. Можешь потом вырезать. Что оказывается, самые ультратонкие презервативы японские сделаны из полиуретана. Самый тонкий презерватив из латекса обычный, который рекламируют по телевизору, называется ультратонкий. Он имеет толщину 0,06 мм. Обычный презерватив имеет толщину 0,09 мм. А японский полиуретановый, который типа самый крутой. Я не пользовался, не знаю. Но так говорят в интернете. У него оказывается толщина 0,01 мм. Но при этом он передает максимальное ощущение. Он очень тонкий. И при этом его вообще нельзя порвать, потому что он из полиуретана. Он просто растягивается вот так, как хочешь. Его порвать невозможно. Даже есть такая шутка. Я это прочитал на специализированном сайте, когда пытался разобраться в этом вопросе. И там было написано, что... Шутку люди писали, что его можно постирать и 10 раз использовать, потому что он не рвется. И это полиуретан. И я подумал, как классно это в быту применяется не только в кровлях. Полиуретан это вообще... Многие знают о том, что полиуретан более высококачественный и долговечный материал. Например, мы можем об этом говорить, когда рассуждаем о покрытиях металла. То есть металл покрытый полиуретаном или полиэстром. Все кровельщики, да и многие заказчики знают. Например, самолеты, которые максимальную нагрузку испытывают, летают. Их тоже красят полиуретановой краской. То есть полиуретан это материал, который гораздо более высокие нагрузки способен выдерживать. И он намного более прочный. Так вот этот функциональный слой, он тонкий. Ну не как презерватив, конечно. Он тонкий достаточно. Но при этом он очень эластичный и прочный. Он не рвется. И это позволяет нам предложить в среднем сегменте, то есть не за космические деньги. Да, эта цена, возможно, покажется кому-то выше, чем стандартная, чем средняя по рынку. Но мы не ориентируемся на цену, мы ориентируемся на срок службы и на качественные характеристики. Мы готовы предлагать. У нас на всю эту линейку, от базовый Light до самой толстой Heavy, у нас гарантия 30 лет. То есть заказчик получает гарантию. Если соблюдать все условия монтажа, они достаточно простые, то можно получить вот такую большую гарантию. Никто на рынке не дает таких гарантий. И эта гарантия, она не просто, да, голословно. Что гарантия, а гарантия на что? Во-первых, написано конкретно, что гарантия на водонепроницаемость, а это важная характеристика для подкровельной изоляции, она прежде всего должна как второй водозащитный слой работать, не пропускать через себя воду. А второе, то, что написано в этой гарантии, что если при правильном монтаже она станет водопроницаемой, то Дёркин оплатит демонтаж кровельного покрытия, замену подкровельной изоляции и монтаж кровельного покрытия обратно. Это нонсенс для рынка, гарантия международная. Она в Швейцарии, в Канаде, в Люксембурге и в России одинаковые условия. Нет никаких специальных легких условий для России, то есть гарантия международная. То есть первое, что вы сделали, это улучшить качество самого... Сам функциональный слой стал полиуретановым. Это позволило, конечно, сразу и гарантию увеличить. Если раньше мы начинали, когда-то у нас была гарантия, там на предыдущее поколение мы давали 5 лет на базовую пленку, то сейчас сразу 30. Это огромный скачок. Плюс она плюсовая. А клеевые? Почему раньше не было клеевых? Смотри, клеевые были, но в предыдущем поколении мы предлагали на выбор. У нас была пленка Неовент, Неовент Плюс. Неовент Плюс стоил, естественно, дороже за счет интегрированных полос, и заказчик мог выбрать, взять такую или такую. Сейчас пришло новое понимание, благодаря тому, что провели некоторые исследования в Европе. Наши эксперты российские, с которыми я этот вопрос уже обсуждал на сегодняшний день, они подтверждают, что да, действительно это так, это не просто какие-то догадки, это реальные исследования, подтвержденные, они есть на нашем сайте. Кто интересуется, можно зайти почитать. В чем суть исследования? Значит, взяли специальную климатическую камеру, у которой все стены, потолок и пол, они герметичные, кроме одной стены. Одну стену собрали по каркасной технологии. Взяли, значит, деревянный каркас, смонтировали изнутри пароизоляционную пленку, проклеили пароизоляцию, затем изнутри после пароизоляции смонтировали гипсокартон, ну как чаще всего это бывает в каркасных домах. А снаружи смонтировали диффузионную мембрану, ну, например, вот, например, там, XX Plus Light или Universal. И после того, когда смонтировали мембрану, также создали снаружи вентиляционный зазор, и в этом зазоре создали искусственное движение воздуха 1,4 метра в секунду. Это, в принципе, нашей климатической зоне Москвы соответствует. У нас примерно такие же скорости ветров и такой же воздушный поток вентозорий на крыше и на стене 1,4 метра в секунду. Это не супер большой воздушный поток, обычный, стандартный. И проверяли, как меняется, например, потребление энергии на поддержание температуры внутри камеры. Внутри камеры установили температуру плюс 25 градусов, а снаружи этой климатической камеры искусственно создали температуру 0 градусов. И смотрели, как меняется изменение. Инфракрасным методом замеряли, другими методами замеряли. Но основной интерес был понять, влияет ли на энергосбережение проклейка нахлёстов диффузионных мембран. Все остальные слои не менялись. И вот представляешь, какие интересные мы получили заключения, что если снаружи, ну, допустим, сначала просто поставили мембрану без проклейки прихлёстов, сделали замеры, а потом эту же мембрану проклеили, ну, неважно, лентой или интегрированным способом проклеили, и оказалось, что разница в потреблении энергии 20%. По мне, так это очень колоссальная, огромная разница. Потому что, если я правильно понимаю, то в стоимости строительства дома или кровли, стоимость проклейки нахлёстов, она минимальна. Ну, то есть, это копейки какие-то для заказчика. Потому что он колоссальные деньги тратит на фундамент, на стены, на несущий каркас, на кровлю. А вот именно проклейка нахлёстов плёнки, это, ну, мизерный расход. Но этот мизерный расход, то есть, взять плёнку с интегрированной лентой, либо купить строителям ленту для соединения, это 20% на экономии затрат на поддержание, ну, на затраченную энергию на отопление своего жилища зимой. Ну, я так полагаю, что на кондиционирование летом это тоже будет примерно как-то так же работать. Потому что тоже затрачивается энергия на охлаждение. Так как горячий воздух просто будет через конструкцию тоже во внутрь, через непроклеенные стыки будет во внутрь поступать. Чтобы это исключить, надо это проклеивать. И поэтому мы поняли, что это правильный, верный ход. И европейские потребители, компания наша находится в Германии, производятся материалы в Германии. И вот европейские потребители, они уже не хотят пробовать плёнки без лент интегрированных, потому что в работе строителям очень легко их склеивать. Соединение интегрированной лентой более надёжное, чем односторонняя лента или двухсторонняя. Поэтому мы решили пойти по этому пути, чтобы каждый заказчик в итоге получил. Я готов сейчас продемонстрировать. Я подготовил специально кусочки. Вот я взял из Delta XX Plus Universal, отрезал полоску. Она выглядит следующим образом. Это, я сейчас соберу его в одну единое, чтобы было понятно. Вот она так выглядит. Это из соседнего рулона. Вот я вырезал пол, полоску. Верхняя часть широкая интегрированная лента с полосками. Специально, чтобы если попадутся щепки, пыль или вода, для того, чтобы она могла выйти. Это запатентованная нами технология. А внутренняя часть рулона, вот здесь, это просто не видно, он же смотан. Там есть уже интегрированный вот такой, такая полоса. Она немного уже, но она сплошная. Во время монтажа, когда кровельщики монтируют, у них получается, ну вот это нижняя часть, да, у нас рулон, это верхняя. Вот когда смонтирована первая полоса на кровле, вот это первая полоса, вот это вторая полоса. За счет того, что здесь есть размеченная разметка, то нахлёст всегда попадает один на другой. То есть он не может не попасть, он вот здесь. Разметка это где? Ну вот разметка на рулоне, здесь и здесь. То есть кровельщики знают, что он нахлёст. А вот у нас совпадает вот здесь и совпадает здесь. Есть всегда запас, даже если там немножко движение влево или вправо, там не критично. То есть есть запас несколько миллиметров, то нахлёст совпадает. я специально приготовил такую штуку потому что просто соединить я считаю недостаточно предлагаю соединить под водой как будто во время дождя например или какой-то еще происходит мероприятие эти ленточки они очень легко снимаются они буквально не нужны никаких усилий можно спокойно снять вода будет стекать конечно левоправо она не будет здесь прям держаться ну вот я налью какое-то количество воды сюда понятно пленка то полимерная воду не впитывает вода с него стекают ну вот таким вот движением легким обратите внимание я не буду ничего прикатывать не используйте какие прикатные ролики то есть я не буду какие-то супер экстра усилий я просто прикладываю вот внутри же вода вот ее же видно она внутри просто мы ее выгоняем вот так вот лево и вправо я провожу для того чтобы просто воду выгнать оттуда и теперь можно убедиться что какое какая адгезия я могу тянуть вот так я могу сейчас тянуть очень сильно возможно что я порву где-то пленку но она порвется не вместе соединения ну вы видите да то есть видно что я как я тяну я не могу и порвать мы можем с тобой сейчас вдвоем это сделать она возможно где-то порвется но вместе соединения нет если начну его так отрывать то разорвутся со слои и сам клей не разорвется то есть она разорвется это тоже не просто сделать и так легко то есть она вот разорвется внутри расслоится но клей от клея не оторвется это дает абсолютно воздухонепроницаемое и водонепроницаемое соединение то есть можно быть спокойным что вода даже если зимой вода например обратный ток воды лед будет таять лежать на пленке какая-то налить и будет обратный ток воды то этот перехлёст абсолютно водонепроницаемый и он также абсолютно воздухонепроницаемый что дает нам как раз герметичность и мы можем говорить об этой экономии в 20 процентов о которой я говорил при этом мы пробовали при температуре до минус 20 градусов приклеивать если говорить о предыдущем опыте да когда мы склеивали просто лентами то основным злом что мешает склеивать диффузионные мембраны это был и не и налить на рулонах так как здесь у нас я изначально показал у нас клеевой шов изначально закрыт защитной лентой и соединение слоев происходит непосредственно да то есть мы удаляем и в этот же момент соединяем соответственно внутри на клею не может быть никакого и не и наледи никакой грязи это все под ленты защитной и соединяется клей на клей это тоже важно не клей там клеится полипропилену а клей именно на клей и клеится поэтому мы пробовали предыдущие поколения соединять при минус 20 никаких проблем у нас клеилась она склеивается и под водой и высокую температуру это модифицированный акрил специальный будет клеиться зимой отлично поэтому кровельщикам сейчас я думаю бы большая радость они без усилий они и так монтировали эти перехлесты точно также пленку за раскрепляли им надо сейчас быть просто удалить легко эту ленту соединить перехлесты легким движением руки не надо тратить время надежное соединение не отклеится не от ветра не от жары то есть не от чего и и для заказчика хороший результат и для кровища гораздо проще в работе поэтому сейчас наши все мембраны диффузионные имеют интегрированные левые полосы в случае с поле пропиленном это соединение клей на клей верху полоса и внизу случае с максом нет у max плюса тоже две интегрированные полосы есть но они всегда с внутренней стороны потому что макс клеиться max плюс клеится не клей на клей а клей на полиуретан и у этого клея полиуретану за счет что структура гладкая у него великолепная адгезия с полипропиленом так не получится тут должна быть с должно быть соединение именно клей на клей потому что клей на полипропилен будет клеиться недостаточно хорошо разница в применении гарантия как я уже сказал всегда 30-летняя при соблюдении условий монтажа light это самый простой в линейке продукт он имеет ограничение по 120 грамм имеет ограничение по монтажу предполагается монтаж только на утеплитель можно монтировать и на стену и на кровлю но только на утеплитель 120 грамм следующий вариант называется универсал плотность 150 видно что он и толще сразу же заметно да и масса у него больше этот материал универсальный он позволяет монтировать и на утеплитель и также на холодные чердаки если есть такая необходимость другое заказчик хочет монтировать мембрану на холодный чердак а у тепле через несколько лет пожалуйста можно монтировать на холодный чердак и можно монтировать на сплошной настил если к примеру там монтаж со сплошным настилом либо сплошной настил используется при устройстве фальцевой кровли и нужно делать разделительный слой между металлом и основанием тогда тоже можно использовать универсал и на сплошное основание и на холодный чердак и на утеплитель стронг это тот же самый универсал только добавлен еще один четвертый слой можно здесь немножко заметить это армирование и специальной сетки внутри плотность у него будет уже 180 грамм при этом он отличается от универсала экстремальной прочностью за счет того что мы добавили туда четвертый слой армирования прочность 500 ньютон в любом направлении в продольном и поперечном 500 ньютон это очень много у макса 450 здесь 500 порвать руками никто не сможет если есть требования повышенные по прочности либо долгий промежуток перепели перерывы во время строительства или нужна повышенная прочность может быть снеговая нагрузка зимой может кролищик оступился наступил ну много может быть моментов когда нужна повышенная прочность разница в стоимости не очень большая если заказчик готов чуть чуть больше заплатить то он получит такой же продукт но с более высокими характеристиками по прочности это будет стронг и хэви мы пока его в россию не завозим он есть в линейке в линейке вообще четыре пленки поэтому его здесь показываю но мы его пока не привезли не понимаем пока будет ли он нам необходим мы хотим оставить light универсал и стронг но хэви это это по сути такая такая же пленка как универсал только она 150 грамм а это 200 200 грамм у него защитные слои гораздо более толще изначально она сделана для франции и бенилюкса там есть в этих странах требования по массе диффузионной мембраны то есть там так и написано в требованиях что диффузионная мембрана массой не менее 200 грамм в россии нет таких требований поэтому ну и пока мы не слышали от кровельщиков или от участников строительного рынка что нам нужно очень толстая очень там допустим плотная пленка обычно говорят о прочности для прочности у нас вопрос закрыт поэтому хэви мы пока не привозим но если будет потребность если кто-то захочет такой материал то мы готовы в наличии в германии есть в любой момент его привезем и будем поддерживать и хэви тоже пока остановились на трех вот такая между ними разница цены есть на нашем сайте и описание пол на нашем сайте тоже есть